Он так говорил, что хочу, облюбую, а что не хочу, недостойно погони. Казалось, не глину он мнёт голубую, а душу живую он держит в ладони. Ваятель, влюблённый в свой труд до предела, подобно слепому, он пальцами ищет для чистой души совершенное тело, чтоб дать ей навеки живое жилище. Не сразу, не сразу почувствовать смог он, не сразу увидеть пришедшее власно и девичий профиль, и девичий локон, капризную грудь задышавшую часто. Но тщетно и верен привычке старинной, он поднял над нею дробительный молот за то, что в душе её глина и глина, за то, что в лице её холод и холод. Нам жизнь благодарна не славой охранной, а мукой исканий, открытием секрета. Однажды на мрамор взглянув многогранный, воятель увидел в нём девушку эту. Невольно тихая, невольно послушная, она полонённая крикнуть хотела. Скорее, скорее, мне больно, мне душно, мне страшно. И мрамор сковал моё тело. Не будешь, не будешь, не будешь томиться, ты видишь, как рад твоему я приходу. Схватил он резец, словно ключ от темницы, и ринулся к ней, чтобы дать ей свободу. Заспорил он с камнем, как с недругом ярым, и, споря с тем камнем, боялся невольно, чтоб кудри не спутать, чтоб резким ударом лицо не задеть и не сделать ей больно. Из белого камня она вырывалась, уже ободрённая первым успехом, с таким нетерпением, что мрамор, казалось, сползал с её плеч горностаевым мехом. С тех пор, равнодушная к пёстрым нарядам, легко отряхнувшись от мраморных стружек, глядит она тихим, задумчивым взглядом на мимо идущих весёлых подружек. На жизнь трудовую, чтоб здесь не стоять, ей она променяла бы долю такую. Стоит и не знает она, что воятель, блуждая по городу, ищет другую.